Это сейчас пятилетняя девочка жизнерадостна и весела. Полгода ей потребовалось на реабилитацию после того, как, по словам родных ребенка, новый сожитель мамы затушил сигарету прямо на теле малышки. Как рассказал отец девочке, уже гноящуюся рану на ее ягодице он обнаружил, когда забрал дочку на выходные и повел купаться. Я рисовала, рисовала, я ему мешала, а вот он мне вот прижег в попку сигареты. На допросе у следователя выяснились и другие, не менее шокирующие подробности. Она даже там, как сказала, дядя Юра мне свою писанку показывал. Это она там сказала. И мою писанку руками трогал. Это вот дочка меня услышала, а именно только на судебной экспертизе сказала. Мы ребенка на тему вообще не расспрашиваем. На сегодняшний день уголовное дело по факту педофилии не возбуждено. Вероятно, слова ребенка без видимых признаков насилия во внимание не берут. А медэкспертиза показала, сексуального контакта не было. Как хвостик. Мне так развали хвостик мой. То есть она за мной держалась, боялась всего. Ножницы, косничьи ногти, она боялась как огня. Я не знаю, почему. Я так не расспрашиваю, потому что не хотел травмировать. Поговорить с матерью девочки и мужчиной, которого подозревают в жестоком обращении с ребенком, не удалось. Дома их не оказалось. Соседи также видят семейную пару крайне редко. Никогда мы их толком не видели. В последнее время уже год вообще, наверное, мы их не видим. Несмотря на то, что Новосовеновский суд постановил, что жить пятилетняя девочка должна с отцом, мать ребенка оспорила это решение. И уже завтра Верховный суд Республики должен окончательно определить место жительства несовершеннолетнего ребенка. О днем позже пройдут слушания о лишении матери родительских прав. Катерина Фладунг, Дмитрий Рыженко и Владимир Ладушкин. Телеканал Эфир.